Здравствуйте! В эфире передача «Как с обложки» Ароматы определенно влияют на жизнь человека Поднимают настроение Помогают произвести определенное впечатление Например, вот этот аромат поднял мне настроение Вообще об ароматах, о том, какие бывают ароматные ноты Мы с вами поговорим с известным парфюмером Основателем бренда Карабах Чингизом Саламом Здравствуйте, Чингиз! Здравствуйте, Анастасия! Парфюм с латинского языка переводится как сладкопахнущая жидкость Содержащая в себе эссенцию цветов и многих других веществ И у каждого парфюмера есть свой собственный стиль Какой он у вас? Мой стиль образовывался, когда я посещал разные страны Этому ремеслу, этому делу Я учился в разных странах В Англии, в Америке И также в моей практике было посещение арабских стран И мне было интересно узнавать, какие ароматы востребованы именно там И я смешал эти два стиля, восточный и европейский, скажем так И я вообще всем нашим клиентам и обывательной парфюмерии советую Прежде чем приобретать парфюм Обязательно поносить его пару дней Ну да, сразу голова может не начать не болеть И только уже потом вообще раскрыться Аромат же не сразу раскрывается Однозначно есть очень много факторов От чего зависит раскрытие аромата на теле Это жирность кожи Это курит ли человек или нет Эти все факторы однозначно влияют и на стойкость И на раскрытие человека То, что говорят, на каждом человеке аромат раскрывается по-разному Да, кстати Да, это 100% правда Потому что каждый человек пахнет по-своему У нас от рождения есть свой собственный запах И когда с ним смешивается какой-то инородный запах Соответственно, он меняется На теле человека И самое важное создать такой аромат Который не будет однотипным Он должен меняться на теле Допустим, он может пахнуть свежестью А через полчаса становиться сладким И так далее Вот в этом и зависит цепочка создания аромата И это очень важный фактор Допустим, я не люблю ароматы, которые ты нанял на себя Вот как он изначально пах, так он не остается этим ароматом Аромат обязательно должен меняться в течение дня И не напрягать обувательно Куда лучше наносить духи? Многие считают, что лучше всего наносить духи На сзади мочек уха На запястье Многие даже наносят на одежду, на волосы Но я не знаю, насколько это верно Давайте мы с вами об этом обширно поговорим Есть, значит, в нашем теле, в нашем организме Такие точки, которые называются импульсивными точками Эти места, вы правильно сказали Сзади мочек наших ушей Потом на запястьях Даже, я вам скажу так, это мало кто знает Но задняя часть колена Самая импульсивная точка нашего организма И, конечно, самым сильным стабилизатором аромата Скажем так, являются наши волосы Нанеся на нашу расческу и причащив волосы Этот аромат, пусть это даже будет туалетной водой Он будет устойчив, как этот парфюм У вас очень необычная коллекция Она посвящена Карабаху У вас здесь, я вижу, то, что очень различный аромат К примеру, аромат, посвященный Панахалихану Карабахскому хану Также Арубельбюлю, Скокунам, Челеби Хуршутбану Нутаван Последней карабахской принцессе И поэтессе Расскажите, пожалуйста, как эти ароматы Раскрываются на человеке И вообще, какой у них состав В этой коллекции мы предоставили ароматы Посвященные этнической нашей земле А также основателю этому ханству Последней принцессе На весь мир известным карабахским скокунам Мухаму и Харебельбюлю В составе карабахских коньяк у нас есть Уд, табак, перец, мед Я бы посоветовал этот аромат людям после 30 Аромат имеет огромное влияние на восприятие человека И многие дела идут успешнее Если ваш аромат понравится другому человеку На собеседовании Это может быть в любых ситуациях Также у нас есть аромат, посвященный Хуршутбану Нутаван Значит, последняя принцесса Гарабаха Гарабахского ханства Этот аромат цветочно-сладкий Там есть ваниль Абрикос Сладкие ингредиенты, которые подойдут молодой девушке Молодая азербайджанская девушка в моем понимании Должна пахнуть вот как этот аромат И еще Харебельбюлю Они очень схожи по составу Также у нас есть мухам В этом аромате мы используем индонезийский уд Там есть также в составе ингредиент кожи Уд, кожа, табак, амбра, бахур Панах Алихан Для меня этот аромат предназначен прямо для бизнесменов Он такой терпкий, властный, очень уверенный в себе Я считаю, мужчина должен пахнуть вот именно так в моем восприятии А челяби цитрусово-сладко-древесный Он раскрывается на теле совершенно по-разному И, конечно, очень значимый для меня лично аромат Это, чего мне бы показать В составе этого Он такой черный Да, это бескраситель, это его натуральный цвет Так как там в составе есть Это новшество в принципе в мире парфюмерии Там в составе есть натуральная азербайджанская нефть Которая очищена, которую можно использовать И аромат нефти, используемый в этом парфюме Какой интересный Да, он пахнет розой и нефтяным экстрактом Так как Азербайджан прославлен на весь мир своей нефтью Я захотел прославить его еще более В составе нашего духов А какие ароматные ноты вы бы назвали сейчас в тренде? Ну, тренд образуется от востребованности Востребованы, конечно, более свежие цитрусовые ароматы Которые не надоедают, от которых не болит голова Уд, табак не каждый может воспринять А, скажем, лимон, лайм и какой-то цитрусовый ингредиент Будет по нраву каждому Поэтому я считаю, что в тренде всегда были и есть легкие, ненавязчивые воздушные ароматы Благодарю вас за интервью, было очень интересно Спасибо вам, что пришли А сейчас мы отправляемся в гости к нашей следующей героине Это Сяма Гасанова Стилист, руководитель одного из ведущих модельных агентств в Баку Она расскажет вам о профессии модели, а также научит вас, дорогие телеврители Как правильно ходить на каблуках Научит вас модельные походки Здравствуйте, Сяма Здравствуйте Многие считают, что работа моделью это очень легкая работа И особенно мы смотрим на девушек, которые ходят по подиуму Они как бабочки летают по подиуму Так быстро, так классно и все так здорово смотрится Но на самом деле, если посмотреть вглубь, то это очень сложно Это кропотливая работа Расскажите, пожалуйста, о том, как правильно нужно ходить по подиуму С чем сталкиваются модели И вообще даже не будем говорить чисто о модели Еще о девушек, которые применяют вот эту модельную походку в реальной жизни Мне кажется, это немаловажно Представьте, моделью с профессиональной походкой Это минимально, минимально трехмесячное обучение Когда мы начинаем С первого дня девочки приходят, уже приносят с собой обувь То есть в основном все девочки, которые хотят стать модельной У них высокий рост И, к сожалению, они очень комплексуют из-за своего роста То есть в классах маленького роста Из-за этого она старается стать сутулиться Чтобы быть чуть-чуть поменьше ростом И не так выделяться среди общей серой массы На самом деле это очень неправильно К счастью, когда придя она сюда, она это понимает Хотя на тот момент она считает это свой большой минус Что она высокого роста И из-за этого комплекс у нее создается Мы этот комплекс стираем И наоборот девочка гордится То есть до этого у нее даже в гардеробе нет обуви на каблуках Но после этого у нее обувь на каблуках бывает предостаточно Потому что она ее одевая с гордостью ходит, шагает по всем дорогам и все остальное Даже несмотря на подиум это все совершенно происходит Вот правильно сказали Да, это нужно не только Я считаю, что каждая женщина, которая становится на каблуки Она не должна колать, что тут есть служебный роман И пошла Да Вот это вот из этой серии Да, вот это реально так У нас если так в городе смотреть Девочки любят на каблуках Даже на повседневной жизни ходить И когда видишь, как она ходит На кузнечко похожи Да, это ноги вот так, вот так, сутуло и идет То есть вот этот, к сожалению, стиль походки остается у всех наших женщин практически Да, здесь я с вами полностью согласна Да, то есть научиться красиво ходить, я считаю, что это очень нужно Это точно так же, как и этикет Это точно так же, как ножик спинкой правильно держать Точно так же должно быть и правильно ходить на каблуках Шаг, он не должен быть маленький, семенить нельзя А должен быть достаточно широкий, устойчивый шаг А для этого нужно обязательно сначала научиться полюбить эту обувь Привыкнуть к ней, как к обычной обуви И только после этого шагать уже И мало того, что нужно привыкнуть к обуви И нужно еще следить за спиной Это осанка, голову всегда понимают Это уже второй этап Да, в первую очередь мы разрешаем смотреть на пол Все, чтобы девочка смотрела, как ноги наступят У нас походка как? Все вы смотрите и думаете, что модель, она иксообразная Да, 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 кстати, да Это походка так, ну как бы девушка, когда уже входит в азарт Да, у многих бывает, что они переходят Но на самом деле модель девочки, они должны наступать на линию То есть походка вот идет по линии Носик тоже прямо, не косолапить Это мы тоже уделяем большое внимание Потому что многие родители, к сожалению, своих детей на танцы не отдают И все остальное И это потом сказывается на нас Мы начинаем мучиться с этим Ставить ногу правильно, носик, чтобы правильно шел Широкий шаг, чтобы был Потом уже начинается книга ставиться Она уже когда приспособливает ноги Ставим книгу, потому что она не должна смотреть из-под лоби Она должна смотреть прямо На голову книга Гащечка Палочки, да, мы ставим Но есть девочки, которых мы уже заставляем одевать корсеты Это уже только во время сна она снимает А так должна постоянно ходить с корсетом, чтобы выпрямить Выпрямляете спина и еще даже рост прибавляется при этом Давайте же наши модели, которые вы здесь прелестно нам предоставили Покажут нам, как правильно нужно ходить на каблуках С книжкой и из пекапу сказали Все, что мы сейчас вам покажем И шаг, и все, как надо правильно в корсетах ходить Продолжение следует... Продолжение следует... Было просто замечательно Девочки прошлись очень так быстро, классно Как будто это очень легко, как бабочки летают Вот так же очень красиво И с одной стороны ты смотришь и думаешь Вау, как это красиво, как это легко Но на деле это большой-большой труд Да, я тоже так считаю, что вот этого мы и добиваемся, чтобы смотрелось, что все так легко А на самом деле это очень больная черновая работа Спасибо вам большое, Сямэ, за интервью Спасибо, что поделились лайфхаками И наши модели продемонстрировали нам замечательное дефиле Спасибо большое! Вау, спасибо большое! Было очень приятно И мне приятно, что вы интересуетесь нашими походками Потому что реально это сложный труд И вы это сами увидели И я хотела бы и народ, чтобы это тоже понимал Что это нелегкая работа Вот и закончился сегодняшний выпуск Сегодня вы узнали о том, какие ароматные ноты Сейчас в тренде Также вы узнали все о модельной профессии В эфире была передача «Коксобложки» До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok